Дорогие друзья, итак у нас в гостях студент Московского гуманитарного университета, писатель и публицист Сергей Алексеевич Нинаев, которому оказана честь представить российские гуманитарные дисциплины, российских гуманитариев. В одном изначально немногих материалов российской междисциплинарной естественно-научной школы, имеющих непосредственно соприкосновение с такой гуманитарной дисциплиной, как литературоведение. Сергей Алексеевич расскажет о современной жизни студенческой, о своем проекте «Москва-петушки», а также о том, какое впечатление на него произвел метод эмотивизма, который предлагается со стороны Владислава Тадеушевича и его сотоварищей по междисциплинарной естественно-научной школе. Итак, Сергей Алексеевич, Вам слава. Здравствуйте, меня зовут Сергей Минаев, я блогер, автор дизайн-канала «Заметки реалиста». Мой канал носит публицистический характер, я делаю посты, пишу статьи на любые интересные темы, от современных до классических и литературного жанра, музыкального, кинематографического, даже немножко политологического, не более. Вы знаете, у нас с Владиславом Тадеушевичем есть одно совместное дело, которое мы сделали на канале «Спорт, наука и искусство». Это две видеозаписи музыкального характера по теме «Плагиат» на примерах песен Юрия Антонова. Даже два видео сделал, две части. Если вы спросите, почему именно Антонов, я вам отвечу. Это мой кумир. Я большой фанат песен Юрия Михайловича. Я с большим удовольствием жду еще больше и больше новых песен. В этом году я решил осовременить одно величайшее, на мой взгляд, советское произведение. Это повесть поэмы Ведикта Васильевича Ерофеева «Москва. Петушки». А почему именно эту книгу? Я вам отвечаю. Я эту книгу перечитал, по-моему, раза 4-5, ни более, ни менее. Даже спустя 53 года с момента написания этой повести и больше 35 лет с момента выхода этой повести, я ведь заметил, что с каждым годом эта книга становится более актуальной. Ведь это не рассказ о человеке, который в поездке выпивает. Ни в коем случае. Даже в моменты выпивания человек может расслабиться спокойно. Он может заботиться и о тех бедах, моментах, которые с ним происходили. А с попутчиком всегда можно найти общий язык. Он даже, если что, тебя и угостит. И даже по современному методу, я имею в виду по современной жизни, я решил, что надо этой книжке дать новое время. Тем более, в этом году Виндикту Васильевичу исполнилось бы 85 лет. Вы знаете, я с детства очень люблю литературу. Особенно я очень люблю такой жанр, как сказки. Особенно я очень люблю русские народные. И вы знаете, вот мне всегда кажется, почему в русских народных сказках нет основного автора. И о чем он судачит нашей бабушке, которые успокаивают своих внуков перед сном. И вот, вы знаете, мне всегда так казалось. Почему все так происходит? Нужен подобрать и душевный. Ведь у каждой бабушки, у вашей дедушки и душа чистая, и сердце очень доброе. Даже взять любого персонажа, хоть Иванушку, хоть Машеньку, там, не знаю, хоть Мишку-косолапую, лисицу хитрую, или волчонка. Весь в любой момент эти персонажи, пускай даже и с разным характером, но всегда готовы оказать любую помощь и поддержку. Сердечно. Я как гуманитарий, а буквально недавно я закончил третий курс в Укалитете журналистики Московского гуманитарного университета, очень далек от точных наук. С математикой понятно, что дружат так, на троечку, а физику и химию, ну, скорее, мы больше любители. Я просто слышал такую замечательную фразу. «Истинным является то, что из ложного следует ложное». И даже если эту фразу еще раз повторить и призадуматься внимательно, то в целом можно сделать вывод, что весь блок полностью исчерпан. Согласно такой науке, как математическая логика, если из ложного следует ложное, то в целом этот блок является истинным. Поэтому наши бабушки и дедушки, рассказывая своим внукам и внучкам, как слушатели сказки, что это именно ложь, а не истина, они рассказывают по одной и той же схеме. Однажды жили-были в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, жил-был, например, князь. Так как этот образ является нереальным и ложным. Имеется в виду тридевятое царство, тридесятое государство. Сергей Алексеевич, большое спасибо. Дамы и господа, вечер добрый. С вами вновь Поляковский Владислав Тадыршевич. Перед вами очередная лекция из цикла «Достижение российской междисциплинарной научной школы». Как вы наверняка уже догадались, речь у нас пойдет, ни много ни мало, о таком методе, который называется метод эмотивизма. И наш сегодняшний видеоматериал будет иметь одно замечательное свойство. Он будет наиболее близок к ряду вопросов Петертура Ветния. Поэтому он будет очень, он будет чрезвычайно близок для всех тех, кто является истинным гуманитарием. Я обращаюсь к вам, истинным гуманитарием. Я надеюсь, что мы с Сережей вас не разочаруем. Этот материал, его основные, его первые блоки были придуманы, были разработаны, но где-то лет так уже 20 назад, более 20 лет назад. Тем не менее, как в вашем покорном услуге, как разработчику кажется, в полноценный научный оборот они еще не вошли. Все-таки интернет это хорошее средство, но некая неформализованность российской естественно-научной междисциплинарной школы как-то, боже мой, играет в минус. Тем более, есть еще такая удивительная тенденция среди абсолютно любых гуманитариев, то ли литературоведов, то ли переводчиков, то ли преподавателей, то ли языковедов и так далее. Ряд из них, ну просто как черт ладана, боятся естественных наук. Ну вот, к сожалению, такая печальная реальность, в рамках которой мы вынуждены действовать, в рамках которой мы вынуждены пребывать, с которой мы должны так или иначе считаться, ну что поделать, тут как-то ничего не поделать, ничего не попишешь, тут уже это не есть нам подвластно, но тем не менее, как мне кажется, Сергей Алексеевич уловил главное. И когда мы готовили этот видеоматериал, мы специально так и сказали, что когда бабушки и дедушки для своих замечательных внуков и внучек готовят для рассказу некие поучительные повествовательные блоки под названием «Сказки», они так или иначе должны позаботиться, что в сказках будет намек, будет мораль и так далее. Но сказки, по сути, они должны быть в вождю. И должны быть той системой образов, которая абсолютно далека от реальной жизни потенциальной. Что поделать, в сказках должно быть волшебство. Но, как это волшебство делается, как эта система образов строит, пожалуйста, мы Сергеем Алексеевичем долго-долго за чаем пить, за кофе пить и обсуждали. Как-то было чувство должно быть в русских народных сказках, в результате мы остановились, что это образ очень сильного, очень крутого князя и образ Тридемятого царства, Тридемятого государства. Все эти образы, они должны говорить о том, что сказку нельзя воспринимать как абсолютную объективную реальность. Недаром такие понятия, как сказки, такое понятие, как реализм, в литературоведении и вообще в гуманитарных дисциплинах в целом считаются понятиями разными, действительными. И теперь мы глядим на сказки, перенося взор на абсолютно другой жанр повествования, такой жанр, как реализм. Пожалуйста, разница уловила, правда? Замечательно. Мы говорим совершенно чётко, что любой литератор обладает некой совокупностью приёмов, применяя которым он своим читателям и слушателям так или иначе доносит информацию. Это есть сказка или это есть реализм. А теперь мы рассматриваем такой достаточно оригинальный исторический материал, как нарративные исторические источники. И говорим следующее. Если в каком-то из нарративных источников будет фигурировать то ли волшебный, то ли какой-то другой заведомо, а не реальный образ, то что это будет означать? Это будет означать по сути то, что к этому нарративному, то есть к повествовательному источнику нельзя будет относиться как к источнику строго документального. И перед нами ни в коем случае не есть повествование документальное. Перед нами есть какое-либо повествование вопрос-ответ. Повествование не документальное. Повествование без претензий на документальность. Логика ситуации такая, что мы должны идти маломальски последовательно. И идя последовательно, мы переходим от народных сказок к нарративному источнику. Или к источникам, ретендующим на документальность. Там может фигурировать в качестве ложного утверждения абсолютно любое излишне образное описание. То есть это то ли гипербола, то есть преувеличение, то ли эпитет, слишком образное сравнение, то ли просто сравнение как каковое и так далее и тому подобное. То есть существует ряд литератургических приемов, которые применение к нарративным источникам могут говорить о том, что этот источник является недостоверным. Один тонкий момент. Следует уже самой логике. Вы, дорогие зрители, вы, дорогие слушатели, наверное, у меня спорность. Владислав Тадайвович, нам перед вами очень неловко. А откуда же у вас взялся, мы приносим извинения, подобные категоризмы? Ну неужели действительно все нарративные источники выглядят таким образом, что буквально ложка дегтя портит бочку ногу? Неужели это действительно так? Ну вот здесь вот, наверное, нужно немного еще сказать о логике и этике восприятия. Данный тезис абсолютно неоспоримо воспринимается фактически всеми моими знакомыми представительницами прекрасной половины человечества. И очень часто с некоторым спором, с некоторым скрипом он воспринимается представителями сильной половины человечества. А в чем дело? Очень просто. Дело все в том, что, как известно, лжец не может лагать единожды. И если какой-то нарративный источник в каком-то одном месте путем этого заведомо сказочного сигнала нам сообщает заведомо недостоверную информацию, то это фактически означает, что теоретически не исключено, что та же самая недостоверная информация будет находиться в другой части, в другом месте этого источника. Почему? Потому что если есть один недостоверный Бог, весьма велика вероятность появления второго недостоверного Бога и так далее. Почему? Он может появиться в любом месте. А что из этого ясно следует? А из этого ясно следует то, что источник у нас недостоверен. Это примерно то же самое, что если лжец один раз сказал какую-то неправду, то к нему репутация лжеца приклеивается навсегда. И к нему как лжецу, как человеку, чей информационный поток, от которого слова, которого нужно перепроверять и перепроверять, такое отношение к нему вырабатывается. Идем дальше по нашей логической цепочке. И поскольку этот источник, некий спальсифицированный источник, нарративный, путем некого фальшивого информационного блока, передает читателям как бы эмотивный сигнал о том, что он не является источником недостоверности, как бы этот сигнал носит эмотивный, полуэмоциональный, но бессловесный характер, то мы данный метод, исследуя нарративных источников, называем методом эмотивизма. Ну, от французского слова «эмотив», эмоциональный. Термин уже закрепился, как термин рабочий, в нескольких областях психологии, в качестве характеристикой стиля поведения людей того или иного стипа личности. Поскольку ваш покорный слуга излагает некий учебный материал, то он в обязательном порядке должен привести некоторые совершенно конкретные примеры. Примеры могут быть методически простыми, методически сложными. Один из наиболее методически простых примеров касается, к примеру, путешествия Фердиланда Магелланова и знаменитых дневников Антонио Пикофетты. К слову, как раз у нас по путешествиям Магеллана и потому что российской межсекомлянной системной школой факт достоверности, кругосветности его плавание подставлен под сомнение. И даже снятый рядом видеоматериалов. И даже в обязательном порядке этому вопросу будет посвящена отдельная векция. Здесь нам хочется сразу же сказать то, что так или иначе будет фигурировать в этой векции дневники Антонио Пикофетты. Каравелла Магеллана проплывают вдоль берегов Патагонии и они там встречают чудовищ, у которых голова находится на уровне пояса. Более-менее понятно, откуда эта мифологема и как эта мифологема могла появиться. Факт, что Пикофетта, воспроизводя этот факт на страницах своего творения, своего отчета, дает сигнал относительно того, что да, его дневники нельзя считать абсолютно документальными. Мы к этому обязательном порядке вернемся, когда мы будем говорить про якобы кругосветное плавание Фердинада Магеллана и его спутников. Мы об этом будем говорить в обязательном порядке. А пока мы все долешь фиксируем, как пример номер один, по методу мотивоизма. Как пример, заведомо нереальным, сказочным образом, именно по этой причине, пример один из наиболее ярких. О том, что в качестве эмотивного сигнала может фигурировать некая географическая неопределенность, например, земли Гога и Магога, уже упомянутый вслед за русскими сказками Тридевятого царства, Тридевятого государства, есть целое государство, которое символизирует просто государство где-то на крае земли, средневековая традиция, например, Эхиопия и Индия. И то ли другое государство, кстати, фигурирует в Библии, упоминается в различных книгах Библии. Тем самым, этот величайший памятник литературную историю человечества, заведомо давая ему характеристику к источнику неристория. Теперь мы говорим о способах подачи этих самых эмотивных сигналов. Подавать ее в форме явных логически ложных блоков, как, например, у нас в книгах по плаванию Фердинанда Магеллана переписывая в Библии 5 фигурирует. Это, конечно же, можно. Но здесь есть еще другой, не менее интересный, но более занятный литературный прием. Это подчеркнутое пародийность. Это подчеркнутое приведение существующей информации до абсурда. В том числе, путем создания всякого рода эффектов когнитивного диссонанса. Презупример. Развелась каретпись весьма-весьма известную в истории России. Один из ее списков, как ясно следует из 8-го дома Николая Александровича Морозова, который никогда так при его жизни не был издан. Заканчивается одной замечательной фразой. Рябая кобыла ожеребилась. Это все на фоне описания полюдия, дань, боенных походов, склок, межусобиц, пиров и так далее. Запись явно диссонирует с пышностью. Это пародийность. Явно диссонирует с высокой нотой повествования. То есть таким образом Рябая кобыла ожеребилась. Это явно неподходящий образ, тематика, явно неподобающее место для взора летописца. Если летописец не хочет сообщить чего-то пародийного, то есть если он просто нам сообщает, дамы и господа, а вы знаете о данной летописи. Он сообщает именно в такой форме. В форме эмотивного сигнала. Здесь переходя к следующему информационному блоку нужно сказать следующее. Дамы и господа. Сейчас мы выяснили, что летописцы и их начальство могут создавать какие угодно информационные блоки для помещения в нарративные документы хроники и летописи, чтобы читателям этих хроник пронести определенные эмотивные сигналы. эмотивные, то есть бесслабесные сигналы о степени или не очень большой степени достоверности. Эти сигналы тех, кто посвящен или тех, у кого хоть как-то развита логика, они быстро и сигналы распознают. Они умные, они посвященные. Все остальные читатели хроник, которые принадлежат другим слоям населения и несколько менее развитой интеллектом, менее развитой сообразительностью, воспримут эти эмотивные записи как чистую воду. То есть таким образом у нас идет система передачи информации, неявное деление общества на профаных и на посвященных. Провел Памин. Уважаемые зрители, у вас наверняка возникнет вопрос, неужели эта тема, тема эмотивизма, является темой очень новой, неужели она является тем, до чего традиционная источника веденья, как прикладная, как вспомогательная историческая дисциплина, но просто физически не дошла. Неужели это так? И тут один маленький тонкий момент. Может быть источника веденья как прикладная историческая дисциплина, которая обладает многими методами исследования источников, в том числе на отсутствие внутренней логической противоречивости, на чем акцент делает ваш покорный слуга, как междисциплинарщик, как представитель прежде всего междисциплинарной школы, до этого и дошла. Но вот почему-то в аргументах историков нашей замечательной традиционной школы, которая является сторонниками максимального удревнения, ну в основном, есть такая традиция. Если есть о каком-то древнем царстве-государстве хотя бы одно упоминание, хоть в каком-то источнике, то вокруг этого источника надо просто ни много ни мало устраивать ритуальный пляс. Еще раз подчеркиваю, его нужно не исследовать, а наоборот вокруг него нужно устраивать ритуальные танцы и пляски. Всячески его превозносить и благотворить. Это один из мотивов, почему ваш покорный слуга взялся за эту тему. И, как ему нескромно кажется, хоть как-то ее преработали. Здесь хочется сказать, что изначальное название статьи было «Эмотивизм. Может ли фальсификат содержать авторазоблачение?» Так это было в одной из самых-самых первых версий этой статьи. И что касается упомянутого юмора, как литературного приема, мы можем вспомнить, что юмор, как правило, описывается не очень высокими нотами, можно вспомнить жанр литературного искусства, который описывается несколько более высокими нотами. В данном случае поэзия и самое удивительное относительно поэзии, относительно весьма популярного некогда жанра литературных румов, можно прийти к тому же самому выводу, что сама поэзия, как форма поэзии, тоже является своего рода эмотивным сигналом, свидетельствующим по недостоверности данного нарративного источника. То есть как свидетельство того, что данный источник не является источником документа. А дальше хотите верьте, хотите не верьте. Все в ваших руках. А сейчас мы делаем очередной виток обобщения последней на нашу сегодняшнюю лекцию. Тема источниковедения, тема прошлого, тема безграничная. Поэтому, как хочется надеяться, по этой теме возникнет определенная дискуссия и вместе с тем давайте перечислим еще некоторые литературные приемы, которые могут быть сполны признаками эмотивизма. То есть признак сказочности и признак того, что тот или иной исторический источник нельзя считать абсолютно достоверным. О формате произведения мы уже говорили. То ли проза, то ли поэзия. Вставка малореальных опций мы об этом уже говорили. Вставка малореальных персонажей, вставка определенных мифологических духов мы уже об этом говорили, когда говорили о эмотивизм, а можно считать предание произведению заведомо божественного или мессианского характера, то в средневековой литературе нередко. Дальше одним из признаков эмотивизма вставку расхожих сюжетов весьма и весьма популярных. В известной степени таким признаком может быть ссылка на сторонние источники, где сказать дамы и господа смотрите я занимаю пассивную позицию как лидописец как компилятор как хронист я ссылаюсь на кого-то еще и вся известная за степень достоверности либо недостоверности лежит на нем на кого я ссылаюсь если перейти к вопросам религиозным к одним из признаков эмотивизма является частое упоминание Бога почему мыть ипостаси вот здесь можно почитать Фома Ухвинского классическое произведение где он ясно и четко пишет где можно найти такой ипостаси как Господь Бог читаем Молоквинского ну и разумеется это почему-то склонность к запутанности языка вывезет на порядке когда чувствуется некий разрыв разрыв чисто лингвистический между автором исторического материала и его потенциальным читателем можно к признакам эмотивизма еще приписать тенденциозность и почему-то пристрастность к тем или иным персонажам ну и последнее совсем математизировано если в тексте повествования есть порядковое количество числительное то очень часто ряды которые можно сложить из этих именно числительных дополнительные популярные математические последовательности например всем известный чисто Фибораччи дамы и господа большое спасибо за внимание не забываем подписываться и не забываем оказывать автору материальную помощь большое спасибо спасибо Продолжение следует...